В жизни каждого профессионального танкиста хотя бы раз случалось, что он оказывался на дне. В кармане пусто, мамка денег не даёт, в ангаре тоже шаром покати. А поиграть, ой, как хочется, или прикупить новенькую имблу. Что же делать? Конечно, ты бы мог продать свою почку. Или воспользоваться их беспрецедентной акцией. Приведи другу и получи 20% от цены его почки. Продать бабушкины заготовки. Зачитать рэп! Но всё это звучит, как нехилая работёнка. Всё это не подходит. Вот было бы что-нибудь, что фармило денег, и при этом не надо было выходить из дома. Ёб твою мать, красотища какая! Да, серф-эрнер. Отличный и добровольный, быстрый способ подкопить себе немного денег на мелкие расходы. При этом тебе достаточно иметь всего лишь комп, интернет и свободное время. Как это работает? Никаких вложений. Просто заходишь на сайт, проходишь лёгкую, стандартную регистрацию. Далее для упрощения работы устанавливаешь расширение для браузера. И тупо, просто выполняешь непростецкие задания. К примеру, просмотр какого-нибудь видео. Да, награда тут смешная, но и квест уж больно простой. Либо поболтать с Яндекс.Ботом. Кстати, как вы уже видите, за более сложные, многосоставные задания, где требуется проверка и подтверждение, награда заметно увеличивается. После выполнения предлагаемых работ ты можешь моментально вывести средства на любой из предлагаемых вариантов, включая мобильный телефон или Киви. Причём суммы вывода могут быть как полтора рубля, так и десять тысяч. Не обязательно протирать штаны, обновляя сайт. Смотри своего любимого блогера, а установленное расширение само тебя повестит о новом доступном задании. Изи, в один клик, всё выполнено. Как говорится, копейка рубль бережёт. Если же тебе понравился сервис, ты настроен решительно и хочешь играть по-крупному, то SurfEarner предлагает воспользоваться их партнёрской программой, в которой ты получишь вот такие реферальные ссылки для привлечения как рекламодателей, так и таких же пользователей. Ты будешь получать процент от их прибыли или вложений, в зависимости от типа юзера. Подробнее всё на страницах портала. Ссылки на всё это дело я оставлю в описании. Но главное, PerfectMind уже начал привлекать пользователей в этот проект по своим ссылкам. И уже имеет больше 118 пользователей, которые выполняют задания. Армия. Не подведём генерала и обгоним PerfectMind. Свою реферальную ссылку я оставил в описании. Нам даётся 5 дней на совершение обгона. Если мы победим, то генераль не останется в долгу. Если ты пошёл пахать в SurfEarner или размещать рекламу, то напиши в комментариях под этим видео хэштег «Я участвую» и свой ID номер из личного кабинета сервиса. В случае победы я разыграю 3 недели премиум аккаунта и 1 премиум танк 8 уровня среди участвующих. Танкисты! Нет победы! Итак, теперь к танку. Когда-то очень давно, летом 2017-го, на поля сражений в нашу игру заступила американская ПТ-САУ 7 уровня Т-28 Концент HTC. Она была ужасной. Нереально медленная. С огромными дырами в броне, а точнее с огромными пузырями по бортам, в которые нещадно пробивали абсолютно все. Короче, через полчаса игры на этом аппарате у танкиста проявлялись все признаки тяжелых психических расстройств. Поэтому аппарат был всеми заброшен и на нем поставлен в крест. Но, посмотрев на среднесерверную статистику, варгеймеры решили, что пора бы апнуть этого зверя, придать ему силу, освежить и подать под новым соусом в рандом. В обновлении 5.9 над ней конкретно поработали. А получили усли? Сейчас мы и выясним. Первое, что сразу отличается по ощущениям, это маневренность. Ее будто заправили озверином, и она стала вращаться намного шустрее. Если раньше со всеми прибамбасами, включая доп. топлива, она выдавала 22 градуса в секунду, то теперь после аппа 33,88. Все равно это небольшой показатель, но в совокупности с бешеными углами, которые составляют аж 30 градусов в каждую сторону HTC гораздо дольше удержит противника в прицеле. По крайней мере, тяжелые танки и не особо быстрые СТ теперь не могут безнаказанно крутить американца. Эти положительные изменения вернули бесполезный танк с того света. Однако этого, естественно, мало, чтобы попасть в категорию «угодный премтанк». Ему еще не хватало ДПМа. 1800 единиц урона в минуту для ПТ на седьмом уровне реально вызывало улыбку, особенно когда вспоминаешь про ИСУ-122С, ДПМ которой далеко за 3000. Что ж, варгеймеры решили и эту проблему. Сейчас HTC впарывает 2423 урона в минуту, что на несколько выстрелов больше. Мало. Но если сослаться на броню и на пробитие, то в совокупности становится более похоже на правду. На данный момент, как минимум, в топе аппарат показывает себя вполне достойно. Плюс, в качестве бонуса, варгеймеры апнули концепту точность. Теперь при повороте корпуса или движения разброса орудий стал значительно меньше, что реально упрощает игру, ибо раньше HTC способен был промазать в упор, если выстрел совершался в движении или повороте. Однако, однако, не все так радужно, как кажется. Во-первых, ее по-прежнему насилуют в шары по бокам. Все те же уязвимые места, когда видишь, что противник стуженно вглядывается в зоны пробития, то старайся убирать сторону, на которую он положил взгляд, подставляя другую часть брони. Это реально проблема, ибо шишки довольно здоровы, и попасть по ним не так уж и сложно. Далее, если мы попадаем к восьмому уровню, а делать мы это будем часто, то тут вообще все наше преимущество в броне тупо тает. HTC против восьмерок бесполезнее водолазов в космосе. Нас будут пробивать почти в любые места, поэтому агрессию в сторону и играть исключительно в качестве поддержки. Ну и главная проблема, на которую решили положить болт, это фарм. Как фармила она хреново, так и продолжает. К сожалению, повышенная доходность этих унылых танков является единственной причиной, по которой следует их покупать. И когда золотой танк добывает серебро почти как не премиум, то в голове всегда возникает вопрос. А какого хрена? Да, играть стало намного легче, местами даже интересно, но АП не снял главного вопроса. А зачем на ней играть? Конечно, для владельцев, которые когда-то выбили этого черта из сундука, это точно была радостная новость. Хотя бы сдуть пыль, но в целом HTC до сих пор бесполезна в плане дела. Итак, прежде чем окончить, я хотел бы объявить победителей последнего конкурса. Вот они, красавчики. Обязательно свяжитесь со мной в ВК. Ну а остальные, не расстраивайтесь, don't worry. Я буду стараться проводить конкурсы в каждом ролике и по мере роста возможности увеличить вес и количество призов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. КИМОН ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры подогнал «Симон»